Смотрите, что говорится. Вот основной стих, который утверждает богодухновенность каждого слова Священного Писания. Кстати, эта доктрина в христианстве называется «вербальная инспирация». От латинского «verb», что значит слово, вот verbatim, это значит дословно, да? Мы так говорим по-английски даже сегодня, verbatim, дословно, вербальная инспирация. Инспирация значит вдохновение. То есть не просто каждая мысль, не просто каждая книга, не просто каждый автор, а каждое слово в буквальном смысле в Писании было выдохнуто из груди Божьей. То есть Господь его сказал с определенной целью. Христос говорит, Матфея 5,18, «Ибо истинно говорю вам, доколе не приедет небо и земля, то есть доколе они не разрушатся, ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все». Ну, в других переводах это место передано таким образом. Ну, то же самое, тот же самый смысл, просто это помогает нам понять, о чем идет речь. Христос говорит, скорее небо и земля разрушатся, чем хотя бы самая наименьшая точка или элемент из закона не исполнится или разрушится. Что такое йота или черта? Вот здесь вот мы видим йоту, видите, вот она. Вот эта маленькая буквочка, которая красным цветом обозначена, йод по-еврейски она звучит. У нас можно было бы ее сравнить с апострофом, то есть как будто бы ее можно было бы пропустить, она вроде бы не играет особого значения. А что такое черта? Да, вот, которая там вот используется дальше, ни одна йота и ни черта. Черта это то же самое, что тильда. Вот, например, вы знаете, украинское И или английское Ай, да? Это палочка пишется и там вверху что? Точечка. Вроде бы, если без точечки написать, и так всем понятно, что Ай, да? Но там находится вот эта точечка, которая помогает нам безошибочно определить, что это именно эта буква. Вот это настолько до мелочей, Христос говорит. Это вдохновлено Богом, и это будет исполнено. Это мое слово, говорит здесь Он. Даже до таких мелочей, как маленькие знаки пунктуации. Субтитры создавал DimaTorzok